не сразу надо было позвонить ирина здравствуйте это галина беспокоит вас хозяйка приюта нет я не ошиблась ирина заблокирована привет на манеже все те же это канал хвостовое счастье и я его ведущий волков сергей сегодня у нас организовалась срочная поездка дело в том что 23 августа мы пристроили собачку лялю это тигровая такса она такая большая крупная такая девочка своеобразная вот мы ее пристроили в челябинск и вроде бы все было хорошо но где-то через месяц поступили первые звоночки и нам сказали что такса не терпит то есть мы когда отдаем мы всегда проговариваем о том что у собаки могут быть проблемы так было и в этот раз вот и причем сказали что если что мы всегда готовы принять ее обратно вот ну первый звоночек прозвенел нам сказали что собака не терпит несмотря на то что с ней три раза гуляют вроде бы так сказать вроде попытаются справиться но что-то в какой-то момент пошло не так и потом все затихло мы думали все нормально успокоилась когда прошел прошел еще сколько-то времени звоночек поступил который вот 26 сентября то есть спустя месяц после того как собака уехала я сразу ответила что мы готовы принять готовы забрать собаку не проблема тишина и сегодня в 3 часа ночи куча сообщений в отцапе о том какие мы сволочи подсунули собаку которая сыт везде обоссала весь дом в общем очень куча негатива всего-всего и изюминка на торте меня сразу же внесли в черный список каким а приезжайте забирайте сами я не повезу обратно но вот в таком вот духе я проехал 450 километров вытворить это потом было а вот и значит как изюминка на торте это черный список каким образом я должна достучаться до человека куда мне ехать за собакой челябинск не маленький город не деревня в итоге спустя там нервы спустя два часа я достучалась другого телефона с другого человек телефона звонила с моего занято ну то есть черный список другого позвонила трубку взяли сказали что ошиблись кинули трубку вот и спустя два часа игры кучу нервов седых волос нам ответили да о том что приезжайте забирайте и назначили место встречи вот мы собственно выбегаем то есть мы там будем встречаться на рынке квартиру нам светить не хотят вот ну посмотрим давайте съездим ролик будет на тему о том почему мы не пристраиваем далеко другие города далеко от нас потому что у меня нервов не так много и голова конечно не очень седая но не хочется становиться и нам сейчас придется все бросить и поехать за собачкой вот а у нас работы не печатай край мы вернемся неизвестно во сколько и как это все будет доделывать очень ночь но все наши да ладно ребят все мы поехали здравствуйте ляля привет морда тигровая вот вот и все вот и все ляля закончилась даже ошейник тот же поводок наш и поводок наш ничего не поменялось даже веселая ляля лялячка да ты моя ты зая вот такая вот зая так все быстро произошло так долго ехали все так быстро ты моя золотая ну главное главное вот она главное да главное мы ее взяли ляля да ты моя ты зая ты энтезая чё ж ты такая засюня такая вот ну вот приняли мы лялю но на этом наша поездка не закончилась пока мы ехали глина подстраховаться чтобы созвонилась с нашими знакомыми приют называется волчок объяснила ситуацию всякий пожарный хотела чтобы если вдруг мы не успеем не будем успевать захватить лялю чтобы руководитель приюта подъехала забрала ее но в общем разговор про плавно перетек немножко в другое русло и в итоге мы сейчас станем обладателями маленькой собачки еще одного небольшого товарища хвостатого так что лялю мы забрали но помимо ляли мы из челябинска повезем еще одного питомца тоже история очередная королу какая ну сейчас люция косимова так зовут руководителя приюта приедет и сама вам все расскажет и покажу кого она нам привезет давайте как зовут короче говоря нашли на чтз собаку девушка которая нашла на счет пьешь то говорит что есть не лилось все воняло не посадила ее 2 такси и ей показалось собака там травмирована или еще что-то но мы быстрее повезли откапали вроде кушать начала вот на ноге так не наступает да 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 там травма это самое ничего не нашли вроде и все льет и льет решили короче ревизию сделать думали не стерилизована оказался обсесс культиматки еще не лучше потом начали когда смотреть оказалось что еще и перелом позвоночника застрелы или там какой но не не свежий крестец зашел под позвоночник в общем все эти как их нервы перещемлены в общем будет срать вонять лучшем случае а якобы потерялась на плановом потом я уже через там четыре и сколько дней увидела и нашли и он на чтз потом оказалось что она вообще с какой-то там приюта хозяйки не позвонили ни разу приют не позвонил ни разу предложили просто забрать через 10 там ну через клинику я сначала что стуки собака инвалид и ну наверное должны специализированные как бы скажем приют и заниматься этим поэтому то есть и в таком виде пристроили вот в таком вида что него и воняет течет и люди пришли и им сказали оплачу забирай ну так просто а искай нафиг надо пошли дальше я бы таким я бы не отдала у меня возник следующий вопрос как возвращать приют то есть в общий вольер что ли или как вылечу вот чё чё с ней делать вот такая будет отщепенка и просто-напросто с когда-нибудь загрызут ну как мои предположения палку в общем я подумала что лучший вариант все таки там где есть инвалиды где понимать что за собака с чем его едят кричьи ну вот пусть меня ругают но я действую интересах пациента данном случае красотулька клинка все забрали мы лялю и забрали мы новенькую девочку сами видели у нее такое состояние с ней бежит у нее проблемы с задними лапками скорее всего вылечить это уже не получится потому что там застарелый перелом позвоночника хорошо бы не было никаких поползновений со стороны того приюта который пристраивает собак таким в таком состоянии но ты просто знаете как избавиться лишь бы отдать то есть я всегда говорил что пристрой должен быть осознанным пристрой должен быть ну качественным поэтому может быть вот сегодня у нас ролик по теме пристроя да то есть первая тема это то что мы не отдаем далеко мы стараемся выбирать вроде бы человек все понравилось все хорошо было все замечательно в итоге вот получилась такая ситуация то есть ошибиться может каждый даже несмотря на все наши старания то есть мы выбираем вроде бы хозяев но несмотря на это все равно получается так что проскальзывают проскакивают вот есть возвраты это слава богу когда возвраты ну не так вот как сегодня то есть это ногой на горло наступили или забираете вот прямо здесь и сейчас или я собаку выкину да и вот ладно в челябинск то есть если это где-нибудь и не знаю питер москва владивосток мурманск серёжа уехал командировку вот поэтому значит у нас вот такая позиция по поводу пристрой галя вообще сказала сегодня что после таких случаев не охота пристроить вообще никого пусть живут и опускают да пускай живут с нами пускай живут до конца может быть в тесноте но зато мы знаем что в любой момент если что-то случилось мы подорвались ездили в клинику паралич или там все зависит от нас да то есть мы мы это стерпим это ноша для нас это наша ноша своя ванне тянет вот девочку мы пока еще никак не назвали мы сейчас будем ехать и думать да сейчас будем ехать и думать спасибо ребят что досмотрели это видео до конца напишите в комментариях как как ваши варианты как можно назвать эту девчушку ваше отношение к нашей позиции по пристрою это тоже интересно да если ролик понравился значит ставим лайк не понравился ставим дизлайк пишем почему не понравился берегите себя берегите своих питомцев скоро увидимся всем пока 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 давайте пока мы поехали